Всем привет и добро пожаловать в Краснодар, дорогие друзья, всем любителям Мелдбет Первой Лиги. И мы с вами посмотрим матч команд, которые, конечно же, пока недовольны тем, как развиваются события этого сезона. Это касается как Кубани, это касается так и Родины. Итак, по арбитру еще раз закончу. Виталий Молдаван, арбитр Краснодара. Есть собрать персоны главного судей-помощников. Егор Егоров из Нижнего Новгорода, Яков Клепцов из Ростова-на-Дону и Федор Валявин из города Саратов. Матч начался, Павел Ботов ваш комментатор. Момент хороший может быть, Гордюшенко. Скидка на НАТО, НАТО. Бьет поворотом бразилец, очень неплохо на самом деле. Но, как мне кажется, Нестеренко здесь все контролировал. После кубкового матча на первой тренировке, которую провел Сосновой. Об этом позже удар по воротам и Перекладина спасает ворота Нестеренко. Это как раз-таки Иван Тимошенко. Очень спокойно он открылся, получил передачу. Открылся. Ну и пробил в одно касание, тоже очень важно. Дальний удар по воротам опасно. Это Гарик Левин. У него левая нога, что надо. Но пока у него лишь два гола. Подача в исполнении. И Гордюшенко. И снова мяч как будто в ворота хочет засвистеть, залететь по необычайной какой-то траектории. Тимошенко. Бывает мяч корпусом. Штрафной есть Калмыков, есть Самко. Тимошенко. Тимошенко бьет по воротам и Юрий Нестеренко. Редкий удар в двор от, в принципе, обеих команд в этом матче. Не получился он очень опасным. Опять же, два мяча забил в матче кубковым недавним. Но об этом позже. Обдоков передача такая скрытая, в разрезик пошла от него. Не прошла. Удар по воротам. Шакеров справляется, но с большим трудом. Мяч от него отскакивает. Метр на три вперед. Ну и дальше защитники тоже подстраховали. Позволили Шакерову мяч забрать вновь. Дальше нужна передача, но чуть сильнее. И на кого давал Лаук? Снова Лаук. Удар по воротам. Но вот момент у Кубани. Максим Лаук здорово ускорился. Дальше не слишком хорошую передачу сделал. Однако получил возможность еще и пробиться. Нагородина проходит. Расстрел Турищев. Скидка нужна еще одна. Удар по воротам. Рикошеты ногами Нестеренко спасает. Вот это да. Это Бакаев. Очень фидерактивно он в игру вошел. Бьет портом часто. Закончился, как я понимаю, матч также в Нижнекамске. Оооо! Вот и гол Кубани! Максим! Лаук и Кульбитик. И, конечно же, Кубань как будто услышала мои слова о том, что Волгарь выиграл. Но она знает об этом. Возможно, Максим Лаук. 91-я минута. Удар головой. И вот он, гол Кубани. Смотрим по второму эпизоду. Сработали замены. Вадима Евсеева. Голевая передача от Смирнова. И Максим Лаук забивает. Из-под кого? Из-под игрока. Экс-игрока Кубани. Из-под Александра Клещенко. Парыв четко действует. Посматривает арбитр на секундомер. И дает финальный свисток. А Кубань спустя два месяца наконец-то побеждает. Вот это тур у нас. И Волгарь, и Кубань одерживают победы. Поздравляем Краснотарцев и Вадима Евсеева в частности. Для вас до встречи комментировал Павел Ботов. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok